Высшие учебные заведения повсеместно закончили набор студентов и обнародовали приказы о зачислении. Однако в одном из курганских университетов набор желающих учиться в полном разгаре. Только абитуриенты эти окончили школу лет и так 50 назад. Отучились, отработали, вышли на пенсию и пришли учиться в университет третьего возраста, который работает в Кургане при Центре социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Я хожу уже на занятия пятый год. Моя сестра вначале пошла на занятия, потом пошла я на занятия. Мне очень понравилось. Я стала ходить на занятия. Вот изучила компьютер, потом стала ходить на краеведение, потом ходила на здоровье, на психологию. Университет третьего возраста набирает студентов уже девятый год. Здесь обучилось более шести с половиной тысяч людей пожилого возраста, которые на пенсии не хотят сидеть на лавочках и обивать пороги поликлиник, а хотят развиваться и познавать жизнь, ведь на пенсии она только начинается. Наши студенты – это самые активные, энергичные, самые увлеченные люди города Кургана, вышедшие на пенсию, но сохранившие азарт, бодрость и стремление к знаниям. Университет третьего возраста даёт людям те знания, которые они не могли получить, обучаясь в своё время в институтах по той простой причине, что компьютеров, например, в широком обиходе тогда просто-напросто не было. А сегодня у них как раз есть время ликвидировать компьютерную безграмотность, и не только. Факультетов у нас всего семь нынче открывается. Самыми популярными являются у нас факультет иностранных языков по набору желающих обучаться и факультет психологии. После окончания учёбы у этих студентов, как положено, вручение аттестатов и выпускной. Чем не вторая молодость? А кроме занятий в учебных классах, студентам университета третьего возраста доступны путешествия. Многие объехали чуть ли не всю область. Побывали на курганских курортах, в монастырях и храмах. Не нужно замыкаться в своих стенах, а обязательно нужно ходить на занятия, общаться с людьми. И даже вот когда ты ездишь, и вот на озеро Горькое мы ездили, во-первых, ты получаешь какое-то здоровье. И узнаёшь историю. И природу, смотришь, какая природа, как меняется природа. Научные исследования уже доказали. У людей старшего поколения учёба и познание нового стимулируют умственную деятельность, улучшает работу мозга, что очень важно для профилактики возрастных изменений и серьёзных заболеваний, в частности, болезни Альцгеймера. Пока учишься и работаешь, ты молодой, ведь жизнь лишь в этом. Вот это даёт молодость. И как-то даже я сама подтягиваюсь уже, где-то разленилась, ага, сегодня у меня занятия. Я уже стала бодренькой, мне надо сегодня на занятия. Так что я считаю, кто пошёл на пенсию, обязательно приходите, вот именно в университет третьего возраста. Даже вот порой бывает, чувствуешь себя плохо, тем более на инвалидности, что-то то болит, другое. Думаешь, ага, нет, надо пойти на факультет, всё равно хочется как-то собраться. Глядишь, пока там ходишь, пока там слушаешь, что-то глядишь, кажется, что-то боль отступила. Учиться никогда не поздно. Это поняли ещё 2000 лет назад в Римской империи. Уподобимся и мы мудрым римлянам и будем стремиться к познанию всю жизнь. Анастасия Ланская, Владислав Базалев, Александр Немков, информационное агентство Курган.ру